всем привет с вами дмитрий урсул и сегодняшнем видео хотел бы быстренько ответить тоже на довольно часто задаваемый вопрос касаемо того как можно быстро работать с аудио сэмплами с one-shot сэмплами при создании бита или аранжировки и так далее ну то есть давайте сразу покажу на примере что имеется ввиду вот допустим у меня есть какой-то луп рисунок и допустим под него хочется накидать каких-то разных сэмплов вот в моем примере например клэпы допустим и если с лупами все очень легко потому что они как правило равны четному количеству тактов и всегда можно сделать их размножить там сделать зацикливание так далее то с ваншотами не так просто то есть приходится их во первых соблюдать обязательно всякие перетяжки всякие привязки к сетке чтобы ни в коем случае ничего не сдвинулось потом в мелком масштабе это делать вообще неудобно там не всегда даже мышка попадает по ваншоту то есть нужно увеличивать и так далее то есть очень много нюансов и конечно же вот вопрос собственно что в таком случае делать когда делаешь аранжировку нужно быстро там что-то раскопировать как-то сделать это не очень удобно когда работаешь с ваншотами нас анхот и на самом деле довольно часто многим удобно работать даже удобнее чем semedia потому что как один из очевидных ответов на этот вопрос конечно же будет просто использовать мидии а не использовать ваншоты то есть просто вот вложеке это очень легко делается можно перетащить ваншот И можно, например, даже в куэксэмплере, например, сделать То есть он создает автоматически трек с этим клэпом То есть мы создаем MIDI-регион И прописываем здесь, собственно, в нужном месте MIDI-регион Его можно как угодно изменить по размеру И дальше, соответственно, его циклить и так далее Ну то есть так это да, это как бы один из вариантов Но все равно бывает такое, что не всегда удобно пользоваться именно MIDI Где-то удобнее вот именно раскидывать это все для наглядности Или еще для чего-либо, вот просто используя ваншоты То есть копируя их, может быть, где-то у какого-то ваншота Что-то обрезая или делая фейт То есть, опять же, возможности именно обработки аудио Они все-таки свои, а у MIDI все-таки свои Поэтому нельзя сказать, что MIDI полностью заменяет работу с аудио в таком контексте Вот, поэтому сейчас я вам, собственно, и покажу, что можно в этом случае сделать Привет, коллега! Встречаем! Ежемесячная подписка! Одно видео за 2 рубля Все, как вы любите Много за недорого Как тебе такой, Илон Маск? Полный доступ 24 на 7 К абсолютно всем курсам без ограничений В формате ежемесячной подписки Как это работает? Например, выбираем тариф «Живая музыка» Он состоит из 490 видеоуроков На данный момент это 28 курсов Вот его содержание С выходом новых курсов они будут сразу добавляться в тот или иной пакет В зависимости от тематики И будут доступны сразу же всем подписчикам этого пакета Как получить доступ? Нужно купить подписку на этот тариф Нажимаем кнопку «Купить» И мы попадаем на сервис Boosty, где и происходит вся магия Здесь мы уже все подготовили Отсортировали по полочкам Сделали удобную навигацию Все в одном месте Жмем «Подписаться» Проходим быструю регистрацию по номеру телефона Или авторизируемся через любую социальную сеть В один клик Выбираем количество месяцев для подписки Жмем «Купить» и готово Так что шутки в сторону, коллега Пора обучаться по-крупному Действуйте прямо сейчас А сделать можно довольно простую вещь Это называется папка То есть папка На самом деле сейчас уже в десятом лоджике Практически такой, можно рудимент сказать Из прошлого Там еще с девятого, с восьмого лоджика Когда у нас не было никаких трек-стеков Когда нельзя было упаковать там два трека в какой-нибудь условный фолдер Вот такой стек Использовали так называемые папки То есть что это значит Это значит, что мы, например, можем упаковать вот эти два региона Эти два клепа в папку Для этого мы просто кликаем по ним «Контрол-клик» И выбираем здесь Здесь закладка есть «Фолдер» И, соответственно, «Пэкфолдер» Вот, у нас создается папка Вот она помечена здесь как папка И при этом мы видим, что внутри у нас находятся вот эти самые клепы То есть можно всегда это открыть Можно зайти в папку Вот она открывается здесь в треке То есть внутри папки можно всегда подвигать события сами То есть чтобы они, например, по-другому стояли И так далее То есть это все можно очень легко сделать Может быть тут даже скопировать, например, допустим То есть все это можно здесь сделать в папке Но преимущество именно в том, что мы можем теперь с этой папкой работать как с MIDI-регионом То есть мы можем его в цикл ставить, например И у нас все будет ровно Таким же образом можно все это быстро перемещать Не боясь, что там что-то нарушится или что-то собьется Или какой-то один маленький сэмпл там случайной мышкой не выделится И вы его забудете и так далее То есть при работе с аранжировкой Этот прием очень полезен И также это бывает полезно, если у вас файл, например, не дотягивается до ровного конца такта Такое тоже бывает, что вы что-то записали Вам нужно это также, например, в цикле быстро раскопировать Но ваша запись, которую вы записали, например, гитару или вокал какой-нибудь, сэмпл У вас либо... Ну если превышает, то это, конечно, легко Если у вас превышение есть, вы можете просто обрезать ровно по такту и сделать цикл Но если не дотягивает То кто-то заморачивается как-то, баунсит и так далее Делает баунс-он-плейс ровно по такту Чтобы получился ровный луп Но вот можно использоваться гораздо быстрее То есть вот такой папкой То есть упаковать этот файлик в папку И вот эту папку можно по размеру изменять как угодно Почему она не обязательно должна быть ровно в такт длиной Она может быть полтакта длиной, кстати Можно содержимое этой папки оставить как бы за скобками То есть вы можете сюда прописать какие-нибудь брейки, например Допустим, давайте я продемонстрирую То есть откроем папку Я сюда, например, добавлю еще один клэп Как такой некий дополнительный удар, допустим Или может быть даже на синкопу сделаем Ну допустим, то есть это вот такой как а-ля брейк И всегда можно папку, например, сократить здесь Допустим Сюда я могу ее скопировать Ну или там, например, даже Ну давайте сюда Ее раскрыть, да, а здесь могу Зациклить только первую половину То есть как бы можно пользоваться вот прям реально Как меди-регионом Вот, ну то есть, думаю, идея понятна Таким образом очень удобно работать с ваншот-сэмплами Особенно если у вас их много На разных дорожках То есть все это можно так вот упаковать И спокойненько с этим взаимодействовать Особенно когда речь идет о больших аранжировках Где все очень мелко Нужно быстро все что-то копировать, видеть То есть очень удобный способ Всем рекомендую попробовать им воспользоваться Особенно если вы работаете с ваншот-сэмплами Вот в виде аудиофайлов Ну и обязательно пишите в комментариях Был ли вам полезен вот этот совет Вот эта фишка Которую на самом деле Я сам тоже про нее периодически забывал Не часто и пользовался Но вот в последнее время В некоторых проектах прям стал часто Использовать довольно удобная вещь Вот, так что обязательно пишите в комментариях Как вам? Также пишите все свои вопросы В чате, в нашем телеграм-чате Если вы еще не там, обязательно вступайте Вообще, как вы Еще не с нами Обязательно присоединяйтесь Потому что там уже полторы тысячи человек Мы постоянно обмениваемся опытом Обсуждаем лоджик Обсуждаем проблемы с ним связанные С плагинами и прочими нюансами Все друг другу помогаем Чат довольно активный Поэтому приходите по ссылке в описании к этому ролику Обязательно Вступайте в чат и задавайте свои вопросы Также ищите везде меня во всех соцсетях Тоже можете мне задавать вопросы по лоджику И я вот самый интересный или самый частый Я буду записывать вот в виде таких видео ответов На нашем ютуб канале И конечно же подписывайтесь на канал Чтобы не пропускать новые ролики И ставьте колокольчик Чтобы, собственно, быть всегда В курсе того, что у нас происходит Ну а с вами был Дмитрий Урсул Всем успехов в творчестве Увидимся в следующих видео Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok